Ну что же, в теме еще раз здравствуйте, уважаемые зрители. С вами Рухаап, с вами Мила. Продолжение сегодняшнего игрового дня на ESL One Birmingham 2019. Альянс против PSG LGD коммертирует для вас Мила и Форс. Мила и Форс, хотела сказать. Мила... Мила и Морталис, Дим, прости. Эх, ладно. Я просто... Просто у Никиты было вчера день рождения, и я только поняла, что я его не поздравила. Я сейчас писала быстро сообщение с поздравлением, знаешь, с таким стыдным вот это вот. Вот, ну на один день это же вроде не считается. И при том сама просила записать видео вчера для него. Вот такая вот неловкая ситуация произошла. Надеюсь, он на меня не обидится, и ты тоже. А в итоге обидела всех. Ну, типичная Мила. Да уж. Ну, ладно. Потом будем выяснять отношения. Хорошо. А давайте сейчас посмотрим, как будут выяснять отношения Альянс против LGD. Потому что это уже вторая карта, и на первый Альянс своим... Я не знаю, как это назвать, знаешь? Таких игр на интернешнале, вот в стадии плей-офф, ты не увидишь. Потому что там будут играть все 100% на верочку. А здесь была прям какая-то куча малая, замесов куча. Но, тем не менее, я думаю, что многим понравилось. Особенно тем, кто просто так смотрит. А те, кто не просто так смотрит, могут смотреть еще на сайте нашего партнера. Паримач, спасибо большое за поддержку. Висп. Вот так вот LGD решили. Это жестко. Ну, оставили. Они строили свой эпик таким образом, чтобы на ФП этого героя забрать. И Альянс согласились с этим. Они решили в ответ получить Марса и Дарквиллу. Ну, вот посмотрим, насколько Висп хорош. Пока, мне кажется, что PSG и LGD за счет этого героя будут иметь некоторые преимущества. Но в исполнении Лайнса я не видел Марса. Вообще, мало было Марсов. Они были, но большая часть каких-то неубедительных, знаешь. То есть, еще потенциал героя явно до конца не раскрыт на просто сцене. Пока просто Рубик. Допустим. Нужны коры. Интересно, забанят ли LGD какой-то квапул, которая их только что победила и чуть ли не в соло это сделала. Либо же ребята попробуют играть чем-то новым. Да, на самом деле, там не столько Queen of Pain много делал, сколько Расперед очень много делал. Именно он сделал так, чтобы инвокер несколько раз умер в миде. Именно он со всеми фрагами практически во всех фрагах принял участие. И именно его как раз LGD должны были забанить, что они сделали, очевидно. Потому что Тайга очень много сделал для победы своей команды. У него там просто такое количество ассистов, такое количество импакта против инвокера было сделано. И квапа как раз и получил этот старт. А сколько героев, которые могут ворваться без блинка на такое большое расстояние на первой минуте? Это, наверное, какой-то баратрум, это, наверное, какой-то тускар. И вот все. И ты больше ничего не можешь добавить, потому что таких героев нет. Даже несмотря на то, что Расперед столько раз фиксили, перефиксили, этот герой до сих пор в правильных руках, особенно если человек понимает. И ему комфортно не только в плане исполнения, а вот, допустим, ты знаешь, что ты придешь в мид убивать инвокера с Queen of Pain, и у тебя шансы хорошие это сделать. Например, потому что и у Queen of Pain есть замедление, и у тебя, соответственно, тоже ты можешь подстануть, подзамедлить. Ну, как раз, в принципе, Тайга все и сделал. Но в этот раз у них имеется висп, а FY я предполагаю, что все-таки будет на нем играть. И это мне лично уже страшно за Альянс. Да, мне тоже. Альянс придется иметь легко. И они очень быстро берут Свен. Снова повторить, почему нет. Свен только что разорвал. Свен снова хорошие связки будет стоять с Рубиком, например. Классная линия. Вообще линии интересные получаются Альянс. Мощные достаточно. Дорфилл Омарс, Рубик, Свен. И кто-то в центр. Пока все очень просто и в то же время надежно. Свен, ЛГД, Санкин, Коффлейнер, Висп. Нужен к нему какой-то кэрри. А вот какой, интересно, кэрри герокоптера нет. Его Альянс забанили. Любопытно, да? То есть они осознанно отдают виспа, и при этом банят герокоптер. Может, хотя… Ну, вот как раз висп и герокоптер – это одна из самых сильных комбинаций. И может висп плюс кто-то другой – это будет не так опасно. Может, у них такое настроение… Так проще просто виспа забанить. Ну, может… И герокоптера банить не придется. И не придется импровизировать и вообще против этого виспа играть. Так они же в начальной стадии, я так понимаю, двух героев забанили, а потом уже герокоптер, когда висп появился… Ой, все, это мой. Я поплыл. Мой косяк. Ничего страшного. Я что-то уже, да, на восьмой час… Да, бывает. Я тебя понимаю. Может даже не оправдываться. Это сегодня еще, я так понимаю, не знаю, как у вас. У нас в Москве 3 плюс 30. Я как бы, знаешь, ты висплей телепортировался резко. Ну, бывает, ничего страшного. Ну, вот по поводу Свена, я еще раз напомню тем, кто сейчас присоединился, что Альянс, они играют с заменой, и Мадара играет на первой позиции. Он играл на предыдущей игре на Свене. И вот, если честно, меня его игра вообще не впечатлила. Я могу, чтобы не быть голословной, чтобы вы там не бежались, вы видели, что его там типали и показывали, типа мы выигрываем без тебя, дружище, где ты. Но это было не просто так, да, там он до этого умирал и так далее. Я вам показываю табличку предыдущего матча. И смотрим. Аппарат внес 17 514 демеджа, Мадара внес 17 120. Чтобы вы понимали, он внес демеджа практически меньше всех. Бэтрайдер 16 400 на 4 месте по демеджу. То есть, ты понимаешь, Эр Спирит внес 25 000 урона, а Свен внес 17 000. Это звучит достаточно так. Ну, Мадаре, я думаю, было бы не очень приятно такие вот цифры озвучивать за свою первую позицию. Он пока... Понятное дело, это замена, он не вписался. И, скорее всего, ему и Свена берут, потому что это такой, знаешь, герой, который... Он и с командой может ходить. Ну, например, Фантом Лансер или там Матимаг, ты уже даешь этих героев, скажем так, на человека, которому ты доверяешь, с которым у тебя хороший тимплей. А Свен на нем просто... Ты можешь и с командой ходить, и Эншент-то формить, и что угодно делать, по большей части. И самое главное, ты очень плотный, просто так тебя не взять. Я думаю, поэтому они Свена и берут. Ну, очень вероятно, что другого какого-то героя... Вот сейчас берут последним пиком героя Лям Микки, и как раз он должен тащить. И вот кого его дадут? Лина. Понятно. Опасно, кстати. Лина это очень неплохой герой в плане... Дэмэджа она может выдать очень много, быстро может героев убивать, но определенно стоит отметить, что она очень уязвима. И посмотри, здесь и большое количество станов, Санкинг тот же самый, опять же, Девауэр прячет, Дезраптор, то есть нужно БКБ быстрое собирать, и плюс Блудсикер для Амы. Более активный герой, нежели Ластиля. Интересно, как будут его собирать. Ну, я могу сказать, что Сикер в руках китайских команд очень силен. Был всегда, и про него постоянно все забывают, но периодически китайские команды вспоминают про него и показывают уровень. И Вичи Гейминг сегодня на нем уже сыграли, и вот сейчас LGD на нем играют. То есть герой, который достаточно редкий, но при этом ситуативно заходит великолепно. Здесь против Лины не факт, что он прям сто процентов Лину выиграет. Все-таки Лина это такой маг, который стоит против практически всех. Вот. И тут очень многое будет зависеть от личного скилла, но затем на дистанции, когда пойдет просто этот... Ой, Ама же, да, играет? Все. Ама в легкую пойдет? Нет, тогда забываем. Ну, тогда еще интереснее. Тогда этот Сикер, который будет на слотах с самого начала, этот Сикер, который хоть и шестой левел получит попозже, но это говорит о том, что PSG собираются играть достаточно в быструю доту. Ну, Сикером ты не можешь фармить, согласись, это не тот Кэри, который соберет 6 лотов и всех убьет. Он встретится со Свеном, 6 лотовым, и Свен просто его с двух ударов, с двух критов положит. То есть здесь плейстайл абсолютно другой планируется LGD, достаточно подвижный, быстрый, получили ключевые уровни и побежали просто. Висп, Сикер и Alliance нужно за этим всем угнаться. Нужно будет постоянно бой принимать, нужно будет постоянно стычки вот эти устраивать, и не факт, что Alliance просто успеют угнаться. Все-таки у них пик не мобильный вообще, а у LGD напротив. Мобильных героев много, плюс артефакты будут, которые эту мобильность только увеличат. В общем, жду разрыва от LGD, по крайней мере, попыток сделать этот разрыв. Скорее всего, они захотят, знаешь, реабилитироваться после первой карты. Ну, понятное дело, понятное дело. Знаешь, еще такой забавный момент, я, когда комментировала игру Alliance и увидела у них Darkwill, Тайга играл на Darkwill, я такая сказала, ну, это было еще в прошлом патче, когда этот герой был совсем неактуальный. И я такая сказала, ну, все, с этим героем у них мало вероятно, что получится, потому что, и правда, пикался он достаточно редко. Сейчас ее стали чаще пикать, потому что как раз ей Аганим давал просто, его же не просто так подфиксили после того, как поняли, насколько сильно Аганим аппает Darkwill. Так вот, очень жестко. На самом деле, а Тайга взял и в соло выиграл эту игру. Он просто настолько круто перформанс выдал на этом персонаже, поэтому посмотрим, как он в этот раз. Я не говорю, что сейчас он так же сыграет и все повторится и так же все он сделает замечательно и круто. Нет, ну, просто я знаю, что он на этом герое очень много делает. Поэтому мне интересно будет, как у него получится на этой карте. Но мне, честно говоря, Марс против Доваура не очень нравится. Доваура может очень жестко совесть там в арене. И тем более, ты уже отмечала по поводу Марса, что не такой винрейт у него высокий, как ожидали ранее. А как раз сейчас Бокси будет играть на Марсе, на котором он... Я его еще не видела. Понятно, это новый патч, и не так давно Марса ввели в компетенте в доту, нападение на топе. Икснова получилось достаточно серьезно прохарасить. Трипла против триплы. Ну, трипла-то сильнее у Альянс. Причем в разы. Ну, здесь подставляется Икснова Икснова может очень быстро погибнуть. Дизейблов очень много у Альянс, поэтому я жду вот конкретно в три на три того, что Альянс даже линию смогут выиграть. На полном серьезе это говорю. Сикер и Висп, да и Дизраптор тоже, это не те герои, которые на трипле прям очень крутые. И вот, нападает на Виспа, тот лишается очень большой части здоровья и погибает, пожалуйста, нон-стоп просто. Мадара, три молотка и с третьего убили. Много пришлось мана потратить, но в итоге они забирают фрестблат. Фрестблат у нас достается тайке. Это, конечно, очень круто, потому что он значит купить себе побыстрее сапог. И вот, если, ну, не думаю, что он на самом деле с триплы начнет уходить, потому что раз уж когда ты стоишь 2-1-2 линию, то тогда ты уходишь. А вот когда трипла против триплы здесь оставит свою даблу и тем более того же самого Сикера. Но Сикер, кстати, он фармит, даже ненамного отстает. И со временем Висп будет гораздо более опасен саму Висп, когда опять же появятся у него спириты. Возможно, какие-то отводы стоят вот как раз поделать, чем Тайга занимается в миде. Лина, как у нас по КСу 8-1-12-2-2 опережает. На боте Санкинг против Марса 10-1 Марс, а вот 7-0 Санкинг пока у бокса получше дела. Просто на верхней линии Мадара за счет Варкрая будет делать разницу именно в 3 на 3. Варкрая прожжал, команда плотнее, команда может драться без болезни на какое-то время. Так что за счет этого возможно Alliance постарается задоминировать, а бокс еще и соло-фраг делает великолепно. Вот это реально очень здорово. Соло-фраги все в принципе и так знают, что насколько соло-фраги решают. Особенно до 5-й минуты на самом деле не так жестко, а вот после 5-й минуты когда ты 1-1 стоишь линию и ты убиваешь. Так нас нападали на Блотсикера, это молот был. Вообще странно, что по Блотсикеру дается молот, а не который потом может отрегениться, а не по Дизраптору там хотя бы. Ну да, с другой стороны FY новую регенит, поэтому опасно. Тайга возвращается, может еще добить Дизрапторов, все-таки реген не такой большой, как хотелось бы, виспа поднимают, Блот полетел и это минус FY. Третий фраг в копилку команды Арианс. Ну тут нет вариантов вообще в LGD жить и драться, тоже нет вариантов. Сикер, ну не те у него скиллы для того, чтобы сражаться. Дизраптор очень мало урона наносит стандарт страйка, кинетик филд, как мы знаем, это исключительно способность для того, чтобы остановить и как-то спасаться, либо догонять, но догонять нужно, когда вы сами пытаетесь убивать. Здесь вариантов убить у LGD очень мало. Alliance танкует, Alliance наглеет и за счет этого побеждает. А вот этот соло фраг, да, может быть, они не так много дают, но при этом это соло фраг первый, а это значит, что... или второй он был, напомни, пожалуйста. Второй, да, все-таки? По уровню? Ну он купил себе Morbid Mask и вот сразу же такой приятный предмет, который дает тебе регены, ты уже спокойненько стоишь против чилиса и не нуждаешься в каком-то стороннем регене, либо нуждаешься в нем по минимуму. Он сейчас его может увидеть, кстати. Если копье достает. Да, попасть надо. Третье копье не достает. Ждешь, что как Хускар начнет стрелять, знаешь, анимаций, но нет. Так она есть. Бокси выиграл линию. Ну да. Ну вот этот соло-фраг он, конечно, полностью решил. И сейчас ласку потратил Sun King и, соответственно, Марс понимает это. У Марса есть Аджор, а у Sun King Аджора нет. Поэтому нужно стоять аккуратнее. То есть он же без Саншторма. Когда стоишь один на один, ты пассивку, понятное дело, качаешь. Не стесняется. Мадара. Манга, блин, он тратит в гриппоболт. Просто, чтобы добить, на самом деле он правильно сделал, не хотел, чтобы задонайл. Постоянно отводы, это уже вторая пачка грипов, пятая минута. Инсания. Серьезные будут проблемы, если ему никто не поможет. И он ждет. Он еще ждет. Хорошо, стан. Серьезные проблемы могут быть у Х-новой. Должна от Драктилов. А, нет, не добьет. Не добьет. Зато может добить Свен. Попытаться задонайться. Задонайться не получилось. Мадара добил. Амэ идет за Рубиком. До конца, я думаю, что маловероятно, что или пойдет. Нет, 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 нет. Ну, а за Свеном тоже нет никакого смысла как бы еще на развороте. На самом деле, Амэ здесь не получил по голове. На подсейве F.O.I. стоит, но это был уже пятый фраг. И опять же, соло фраг, как я понимаю, как ты говорил, Марс сделал, да? Даже без арены. Это шестой уровень Марс. И между ними там уже двукратное преимущество в пользу бокси по золоту. Мы видим, у него три тысячи, у Чилиса только полторы. Полный разрыв. Сверху тоже победа. Лина при этом даже опережает совсем чуть-чуть ОД. Ну, Лина против всех практически героев стоит. И без разницы, ОД там не ОД. Нормально абсолютно. И таким образом три линии выигрывают Сейлайз. Насколько же гамотная растутка была. Как обидно, на самом деле. Буквально очень мало не хватило для того, чтобы добить. И сейчас... На развороте Свен молоток и убить Дисраптора. Их снова последний удар получает, да? И Свен будет ли дальше драться? Стики просто использовал и ушел. ОД на хосте. Идеальная руна. Ну, как же останавливает здесь Дарквиллоу. Будет ли помощь? Станчик сейчас. Станчик нет. Отдать. Решили отдать, но на самом деле это неплохо, потому что в это время Санкинг еще раз погибает при помощи арены от Марса. Это три раза Марс соло убил Санкинга. Это вообще очень редко, когда один на один на линии кто-то кого-то убивает. Ну, потому что все уже знают, какие линии стоят и так далее. А, соответственно, против Марса еще непонятно, как линии расставлять. И кто его там на линии может выиграть, ну и там подобное. Решили, что против Санкинга в итоге ошиблись они. Так, тут нет, тут именно грамотная расстановка линии, как мне кажется, от Лайн. Ну, они понимали, что трипла с Сикером это слабая трипла. И просто поставили свою со Свеном, выиграли ее там. А здесь, ну, вот так получилось, что Бокси еще в разу сильнее, чем Чилис оказался в этой дуэли. И теперь LGD, ну, не успели получить хороший старт. И герои не те, которые хорошо камбэкают. Санкин. Он сбил ему эпицентр. Он просто сбивает ему эпицентр. Ты понимаешь, у него еще и просветка была. И буквально... Подготовился. Развернуться и снова в таком случае убить. Он просто размотал двух героев. Ты понимаешь? К нему пришли гангать. Он убил считай двух героев. Он сбил Чилису эпицентр. И, соответственно, достался ему только один дизраптор. Но это... Это просто очень большая минус мораль для Санкинга. Знаете, 4000 на 9 минуты. Турум-турум-пум. Вот что хочется сказать. Нападение сейчас будет на Лину. Рядом находится Тайга. Он подсейвит. И спрятал Девауэр. Поэтому, скорее всего, здесь Лина будет жить. Но и Девауэр также выживает. Элайнс, красавчики. Ну как тебе, Альянс? Я тебе говорила, да? Я тебе говорила, что они гораздо более сильные, чем кажется на первый взгляд. Я бы так сказал. На этой карте меня прямо Лайнс радует, на этой. А на прошлом меня разочаровали LGD немного. Особенно последними своими действиями, когда они отыграли половину от 20 тысяч, потом просто пошли и проиграли за чем-то игру. А сейчас могут потерять Амы. Висп как-то помочь. Нет, судя по всему, Амы умрет. Тут даже нет смысла ему помогать. Он понимал это. Он уже понимал, что если он, скорее всего, притянется, то, скорее всего, его тоже убьют. И тут и так преимущество очень большое о Альянс. А если еще отдаваться без смысла, то оно станет еще больше. Я не знаю, что дальше. Можно тогда просто даже ГГ писать. Дизраптор. Дарквиллоу. Нападение. Поднимают у нас Дизраптора. Их снова останется. Сейчас еще лес свой поставил дремучий в Дарквиллоу. И буквально еще один удар и этот удар есть. Параллельно два рубля. Ой, отличный ган от Гвокти. Просто, ну, я даже не знаю. Красавцы. Просто красавцы. Во-первых, линии ты очень правильно отметил, что хорошо поставили это раз. Но вот этого Сикера я даже не знаю. Честно, ты же понимаешь, что Сикер на линии он не особо сильный герой. Если сравнивать Сикера и Свена, да? То есть вот просто... Он должен просто два на два стоять или там один на один против фуфлейнера. Как угодно. Или один на один это вообще идеальный расклад. Но три на три это слабый кэрри. Очень слабый. Свен с дизейблом, рубрик с дизейблом, Дарквиллоу тонну урона вносит. Плюс тоже есть дизейбл. И таким образом ваши саппорты ничего сделать не могут. Ну, что такое висп, да, в самом начале? Мало что он делает. Что такое дисраптор в самом начале? Еще меньше делает. Да нет, на самом деле виспаты зря не доцениваешься. Даже в самом начале. Тут именно проблема в сикере. Был бы, вот я серьезно говорю, был бы какой-то, ну, словно джиггернаут, например, который может драться, они бы гораздо лучше отстояли. Они бы хотя бы там могли Дарквиллоу убивать, могли бы убивать Рубика. Но убивать с сикером на первых лавалах ты не можешь вообще ни при каких обстоятельствах. Вот что, какие линии здесь? Один стан, второй стан, ну, Рубик поднимает. И третий стан, соответственно, от Дарквиллоу. Аж как сикер подстанет, как подстанет висп, как подстанет дисраптор. Банально дело в большом количестве дизейблов. На начальной стадии этого, когда ты линии выигрываешь. Мне кажется, все дело именно в сикере. Ну, дисраптора все-таки такой дизейбл, под которым ты стоишь и продолжаешь драться. Ну да, это не сказать, что это дизейбл. За счет Свена вы имеете больше выживаемости с его варкрайем и спокойно сражаетесь, даже если вдруг вас в кинодик филд окружили. Кстати, вот ребята очень хорошую вард поставил, я отмечу, потому что этот вард, он очень редко разбивается, даже когда здесь в центре очок ставится, его очень, ну, не всегда находят. Если кто-то вдруг на саппортах играет, как я. Я думаю, немного расстроен. Опа, сейчас, кстати, будет, возможно, он будет настроен больше, потому что нападал на него инсаним, но он выживает. ПТ для Деваура. И LGD, на самом деле, они еще не проиграли, как бы это не звучало печально, да, то есть вот, что такая команда такого уровня на 12-й минуте имеет отставание в 6 тысяч золота. Но, честно говоря, Мэби, он очень опытный игрок, поэтому я все-таки вот делаю отсылку, на то, что это хорошая команда. И, да, на фиде, но бывают игры посложнее, и, знаешь, с 20 тысяч преимущества отыгрываются. Нападение, например, на Марса, он ставит свою арену, и это нападение, которое, знаешь, лучше бы не нападали. ну, убивает на самом деле сикера, только вот в боксе можно забрать взамен до конца, деваура добить, и подкоп, хорошо, минус, соответственно, минус 2 от Альянса, потеряли, правда, Марс, офицентр был потрачен тоже, сейчас случились проблемы, инсаня, трипл килл для Рубика, но он попытается сделать телепорт, телепорт террорайзом сбивает, красава, просто вот, даже слов нет, идеальный замес, не знаю, насколько было выгодно драться LGD, вот они сами напали на боксе, на самого плотного героя команды Альянс на данный момент, через ультимейт бултсикера, надеясь, что получится разменять, они и так понимали, что, скорее всего, сикер в этой ситуации погибнет, то есть они его отдавали, они хотели взять огромный стрик с Марса, они его взяли, они взяли, потому что X снова получил 512 золота за него, но тем не менее, с какой ценой, да, вот это вот, какой ценой, ценой всего, вот как-то так смотрится. Ты прям цитируешь, да, уже киноприятную Марвел? Да, кстати, мне последняя часть Вестителей понравилась, спойлить не буду, но тем не менее, все как-то так неоднозначно. Пустя полтора месяца. Нет, а вдруг, спойлерим? А вдруг, а вдруг, знаешь, вдруг кто-то вот сидит, не знает, денег нет на кинотеатр, он ждет, пока все эти появятся. Поэтому, так вот, я же человек, я же понимаю, я так же с Аладином сижу, несмотря на то, что у Аладини, конечно, уже понятно, чем все закончится. Ладно, 15-2, и ребята, 15-2 в пользу Альянс, я понимаю, что для многих это шок, но, честно говоря, что у нас у Деваура? Ага, тут смоки прожимают, и дабл дэмэдж, дабл дэмэдж, может с дабл дэмэджом что-то, но вообще даже без эклипса собрались куда-то отправиться, это, может, даже не самая лучшая идея. Блин, очень скоро себе Юл это собирает, тут нужно было, наверное, добить этот Юл, а потом вместе идти, но решили отправиться сейчас. И, кстати, может даже хорошо, потому что, если бы она добивала в лесах, то, скорее всего, Альянс бы здесь ее и потеряли. Как раз ЛГД тут тоже в смоках ходили, в миде показывается Блудсикер, будет ли нападение, подкоп, он подкоп, чтобы просто дотянуться, станчик и Блудсикер, Блудсикер, задувка. Релокейт, Дваур, также Телепорт, Диздрафтер, Глимс, Лилина, проблемы. Вот Юла не хватит, но Терарайз, на подсейв, подкоп от Рубика, Санкинг, подкоп в отместку, Свен подходит, станчик по Виспу, под ГДСом, да, под ГДСом бить не может, под просветкой находится Санкинг, подходит сюда Бокси, у Бокси имеется Арена, Арена будет ли поставлена на Санкинга, Санкинг выкопался, повезло, можно сказать, тут пару ударов получил, я сплэш, нападение на Диздрафтера, начинает Свену избивать, Виса от Дарквиллу, это минус Диздрафтер, Вис подходит, Виспу генит, а на развороте получится что-то сделать маловероятно, однако подкопу хороший, Лина, стан, Эклипса, Деваур, откатился, но все живы, приобретает себе Санкинг Блинк, но Блинка в замесе не будет, прячет Бокси и опять, скорее всего, вот в этом замесе Дарквиллу и вместе с Бокси погибнет, а больше забрать никого не получится, и вот, посмотрите, что у нас вышло, потеряли только Диздрафтера, а взамен забрали Дарквиллу и Марса, слишком далеко зашли, это неплохо, это классно, я бы сказал, для LGD тысячу отыграть, вот сейчас это очень важно, потому что Alliance, я думаю, не собираются останавливаться, если сейчас еще и Чилис враг заберет, а он заберет этот враг, итого минус 3, здорово вам? Это для них, для Alliance это явно не здорово, потому что они фиданули, полезли под тавр, переоценили силы, вот как раз Висп очень много, три гениала его за Фокси не вышло, плюс арена была отвратительная, и, ну, наверное, они, кстати, еще вначале же Блутиклера убрали, поэтому 2-2 размену, но все равно для Alliance они должны были выигрывать гораздо более его уверенно. Я очень люблю иногда к статистике обращаться вот в таких матчах, и можно сказать, что LGD просто не привыкли играть вот против такой команды, как Alliance, потому что играют они невероятно редко, и в последнее время играли лишь однажды, это в конце прошлого года 2-0 LGD, переиграли своих текущих соперников, а до этого играли аж в 16-м году, например, побеждали Alliance только в 15-м, то есть, прикинь, 4 серии за 4 года. Это вообще совсем другие уже команды. То есть, это уже безусловно, но мы как бы в любом случае сравниваем название, как и в спорте это делается, составы меняются, но сравнивают статистику из 50-х, 60-х по сей день, я думаю, в киберспорте тоже такое применять можно. Я к тому, что сейчас это команды из нескольких разных лиг, и одни проходят на мажоры, да, постоянно, а другие не могут пройти через сложнейшие европейские квалификации, и LGD ведут сейчас себя как команда, которая не знает, как против такого играть. Alliance этим пользуется, и пока успешно. Главное, конечно, не изглазить. Акчелис. Террорайз минус. Он рассчитывал, что попадет сейчас Террорайзом, и вот так пойдет обратно Санкинг, но видишь, что Санкинг спрятался. Сейчас попали, задувка, есть, они понимают, где он. Опять же, Alliance, как бы это мягко сказать, но сейчас они делают ерунду. Они очень хотят подраться, они очень хотят воспользоваться своим преимуществом в артефактах, в уровнях. Ну, по уровням, кстати, из-за того, что трех героев подали, они резко свое преимущество сократили. Было около 5000, сейчас меньше двух. Еще минус, просто на варте прожимают смок, при том, сразу пытаются стереть Дизраптор, у них получается Санкинг, Эпицентр, Стан, дерутся на вражеском шрайне, подходит у нас Даркфилл, дерется, Дизраптор байбать не иметь, составится Арена от Марса, а будет ли дамаж? Дамаж будет под коп от Санкинга, слишком поздно отменяете Дизраптор, дружище. Мало здоровья, там этот байбэк наверное спугнул, наверняка бы Челескопал, сейчас убьют только Мадару, но Лину убили до этого, это 4 в 2 и байбэк, хороший взмен для Илайнс, несмотря на то, что они двух коров потеряли, они тоже все-таки коров у некоторых забрали, и как раз по Экспене много сейчас выиграли, в первую очередь по голде команда Оби Плюс оказались, ну и показали свою силу, мы делаем выводы, что Свену явно не хватает БКБ. Пожалуй, первый предмет. Вначале я так подумала, что... Да-да-да, скажи. Я к тому, что нужно обязательно этот артефакт купить, только потом идти, не так много ему не хватало, может быть, стоило и подождать там несколько сотен несчастных и только потом отправляться. На этой игре Мадаре гораздо лучше всего, у него 5-8 статистика, он играет более активно, как-то уже чувствуется, что может поувереннее стал, не знаю, может получше, просто старт был, такой бывает, иногда идет, даже не идет у всех игроков. Сейчас вот все становится лучше, но, тем не менее, линия, нужно очень собрать себе тоже какие-то защиты, артефакты, он сейчас купил себе ел, кажется, с покупкой БКБ для нее жить в разы станет проще. Висп, висп, все хорошо, на тизер ушел, весь еще заберет. Но она, кстати, Аганим решает собрать. Как тебе такой выбор, не БКБ, Аганим? Аганим. Ну, в таком случае делают расчет на то, что Свен с Марсом будут максимум внимания на себя, так скажем, привлекать, а Микки в этот момент будет где-то за спиной стоять и раскидывать свои касты. Звучит, конечно, интересно, но сегодня показали, например, Ликвид, как можно играть против героев, которые где-то за спиной стоят, там Снайпер был в соперниках и ОД был у самих Ликвид, и это действительно реально делать, так что Микки рискует, но возможно БКБ хочет приобрести попозже, если игра вдруг затянется, у него он будет 10-секундным очень поздно, когда того же Сикера и ОД соответственно заканчиваться будет уже максимальное количество времени. Нужно сейчас дофармить, Свен уже подпушивает топ, сейчас Т2 упадет, плюс БКБ имеется, дальше Лина дофармливает, но пусть уже дофармит это гоним, если уж гоним, то пусть хотя бы гоним будет. Деваур у нас с Мидасом, это, кстати, очень правильное решение в той ситуации, в которой он на тот момент был, и вот он благодаря этому держится в топе по Нетворсу, а помните, насколько Альянс в начале этой игры разрывали. Обычно в таких играх ты проигрываешь. Сейчас многие понимают, когда очень жестко ведешь, пара ошибок допускаешь, и камбэки происходят. Посмотрим, получится или нет. Сейчас, кстати, возможно, будет арена или просто копье, ага, подкоп от Санкинга, и вот, видишь, сейчас Бокс оказался в плачевной ситуации, ему просто умер. Опять же, они слишком нагло заходят, то есть нужно дождаться было там Рошана какого-то, ну, что угодно, дождаться того же самого Аганима на линии, а потом уже идти и драться. А так они прямо идут за товарами, ничего не боятся, а LGD уже настроены более серьезно. Аганим на линии, конечно, ждать долго, там минут пять еще, поэтому... Ты чего? Так, она сейчас что-то купила? Блинк он себе купил, нет? Нет, это Мадара, Блинк. Лина, это Майк. Ну, так, Лина с Блинком. А, Лина, Лина тоже себе Блинк купила, да? Я просто в Курьера смотрела. Ну да, у него было больше денег, там Аганим совсем скоро бы появлялся, но сейчас денег нет, да, можно будет через БКБ, ОД дамажить, Сикера дамажить, который тоже себе БКБ уже несет, ну и таким образом хотя не знаю, тем не менее странный все равно выбор, так рано все-таки есть чем бить через БКБ, есть Мадара, который просто должен руками всех убивать и урона у него явно больше, если он свой Блокинг Вар прожимает и да ему не страшен, да ему не страшен, здесь нападение на Вериспай, это конечно здорово. Помнишь, я говорила, как Девауэр может подсейвить, и он подсейвил, только бы, только, что было? Там, по-моему, Лагуна была и Девауэр подсейвил, да, сейчас ты об этом? Там еще, нет, там Девауэр спрятал из арены Марса Виспа, и благодаря этому, в принципе, Вай пожил, но потом вовремя еще, в принципе, и Девауэр прожал БКБ, как раз хорошие тайминговые, дальше уже Альянс побоялись идти драться, ну в итоге убили Виспа и на этом, в принципе, разошлись. Ну, мало, мало вынесли с этого Вайлайнс, они потеряли ульты важнейшие, убили одного саппорта и преимущество не растет, вот оно держится на одной отметке уже минут так пять, наверное, и ни вверх, ни вниз. Альянс в последние моменты, в последние минуты драки не выигрывают, LGD успешно не проигрывают их и таким образом игра становится такой спокойной, что ли, нет какого-то экшн, никто не форсирует, никто не старается заработать преимущество, вернее, может быть, Альянс и пытаются, но эти все попытки быстро пересекают LGD и Альянс резко передумывает. Пора сделать вывод, что сейчас Альянс ненамного уже сильнее, ОД уже давно первую строчку держит, хоть и ненамного отрывается, но до этого то он много отставал, сейчас этого отставания нет, если стикер вдруг доберется до вражеских коров по количеству заработанных денег, то и он уже будет способен много показывать. Сейчас у нас уберет Бокси, нет, блинк аут, красавчик, только здесь сенгинг тоже есть блинк, и еще Глимер, поставили, не постеснялись встать к шторм, Бокси, конечно, плотный, но тем не менее, спрятала его в Вауэр, да, убили, очень хочется себе БКБ купить, понимать, чего ему не хватает, да на самом деле тут очевидно, что БКБ ему нужно очень сильно, почему-то они все-таки гораздо менее плотные, тот же самый Марс, но игнорирует покупку этого артефакта, ну или она решила все-таки, да, как ты говорил, надеяться, что именно их будут бить, что они первые будут летать. Ну, LGD сейчас очень удачно вышли, Лайонс не были готовы, они были вдвоем, в драку ввязываться не стали, и Марс тоже сейчас без Блокингвара не особо опасен, пока он БКБ не купит, а он фармит тоже не быстро, и БКБ у него через минуту, через две не появится, значит, LGD попробует этим воспользоваться и сами пойдут вперед, и вот сейчас они уже ломают Т1 вышку, сломали, прыгает Мадара, прыгает, Севит ОД своего союзника, арена неплохая, не получается убить Дисраптора, дальше погоня за Аме, Аме выходит, там включает Блэйд Мэйл, ОД, очень битый, ОД, БКБ пока работает, но Севену БКБ не мешает, хорошо копает здесь Синдкинг, но кто дэмэдж будет наносить в отсутствии, прошу прощения, это Инсения копал, Инсения копал, тогда минус 4, минус 5, минус 5, никого Альянса не потеряли, была шикарнейшая арена и ГДС, и посмотри, когда Два уже в принципе потратил Астрал, все время в ГДСе, Севен шел за ним, просто его бил, плюс Лина изначально дала в него ультимейт, и соответственно они сделали так, что Дваур вынужден был отступать, а не драться в замесе, а без импакта от Дваура этот замес был изначально для них невыгоден, и соответственно ЛГД проиграли, не забрав никого, и наконец-то Альянс, это первый Рошан за две карты, которого они заберут, а Егис, я думаю, что неплохо было бы как раз Лине отдать, потому что все-таки она уизменима без Блэкенбара, ну и так он, наверное, и поступит Мадара. Ну вот ЛГД снова, да, связывается с той проблемой, когда один главный дамэдж-дилер, и в его отсутствии команда урон не наносит. Сикер все-таки, как дамэдж-дилер, сейчас на таком этапе довольно слаб, и основной весь урон наносит ОД, и мы обязательно можем посмотреть табличку в конце карты, и в этом сами убедимся. И если ОД нет, то команда драться не в состоянии, у Альянс дамэдж-дилеров побольше, и таким образом ЛГД ни в коем случае нельзя терять ОД, как на прошлой карте нельзя было терять лайфстилера, так сейчас нельзя терять ОД. Они погибли, все, там, скорее всего, вы драку проигрываете, вам нужно либо отступать, а если вы останетесь драться, то вы точно разменяетесь не в свою пользу. Мадара находит руну, может он пойти подраться прямо сейчас, кстати, провожать ГДС под руной волшебства, с Эггисом, с ПКБ, с Дайдаусом. Да, это правильно, и я думаю, что они так поступят. Кстати, я была не права, я сказала, что Свену не дадут Оегу, потому что Свену, по большей части, она бесполезна, потому что он рейтнется без ГДСа. Нападение на Виспа, Виспа гиб. Ну, я правда не ожидала этого, что вот, как обычно дают, почему Свену. Тем, что они хотят, чтобы он побил Тавар, чтобы он такой прям стоял первый и все на него потратили. Не знаю, в чем смысл. Алина сдалека его бьет. Без ГДСа Свену не так опасен. Ну, 10 тысяч, наконец, преимущество стало расти чуть больше. Руна под руной, нет, не стал нажимать. Смотрел, будет под руной волшебства ГДС жить. Не стал он. Ну, зря, наверное. Да, может быть и нет. Все-таки вышку и так заберут. Так бы LGD просто кайтили и переждали бы этот ГДС, только потом бы вступали в бой. Лайнд просто не хотят сейчас идти на хайграунд, судя по всему. Они хотят толкнуть одновременно пару линий. Снизу подобными вещами занимается Ик снова. но дисраптор так себе пушер. Долго он там крипов бьет. Ну, я думаю, что идея в том, что туда может сделать релокейт кто-то. Если дисраптор кого-то цепанет, то они как-то вот от этого момента будут играть от релокейта. Как вариант. Ну, что, будут, Alliance, заходить на хайграунд. Опасно. Вот на хайграунд к Сент Кингу, к дисраптору, коде заходить очень опасно и вы этого делать не хотите. Вам придется, скорее всего, зажимать соперника на базе, фармить вражеский лес, чтобы он не доставался команде LGD, чтобы они довольствовались только лесными крипами, а значит, получали намного меньше фарма. И руны не контролили. Вот сейчас, например, на 30-е взяли Lions все 4 и еще пару тысяч выиграли. плюс допушить последнюю внешнюю вышку. Ну и все-таки под конец Аегиса попробовать можно. Не крутим. Желательно, конечно, в смоках куда-то выйти, поймать кого-то. Если LGD будут, как на прошлой карте, играть, то на это надеяться можно. Если же LGD где-то пересмотрели свою игру и будут играть осторожно, то тогда Lions просто не дождутся никого. Придется действительно подниматься самим. Сейчас, скорее всего, Bloodseeker умрет. Да, цепляет его на топе. Shadow Blade Лина просто не дает даже минимум какого-то аммы сплита пришел. Это просто очень легкий фраг сейчас для нее. Тем более тут еще при помощи боксе. А в это время нападения на Дезераптора даже без ГДС с ним справляются. Повезло, что Санкинг успел сделать блинкаут и можно подкрепить это дело тем, чтобы забрать последний внешний тавр. А, кстати, так как нету Bloodseeker и пока Дезераптора, ну, Дезераптор это байбекнется. Кримсон замечательный выбор в данной ситуации от Санкинга. Какое-то время тавр будет стоять под ним. Но Свен все равно бьет очень сильно. Глип пол тавра они уже снесли. Я напоминаю, Свена имеет Саигис. Надо продолжать пока нет Сикера, надо продолжать пытаться максимум выжать из ситуации. Копнули Мадару, но он готов разменивать первую жизнь, если что. Можно просто забрать тавр, отойти под Ригеницей и еще раз так пойти с Аегисом. Почему бы и нет. То есть настолько Шрайны еще в теории можно было бы забрать. Но пока, как мы видим, не очень настроены на это. Ригеницей недолго придется, поэтому мы ждем. И выходят LGT, они решили напасть, если поймают Лину, будет классно. Понимаешь, Лина просто стандавала по крипам, а она в итоге подставила двух героев команды LGT. Это просто супер обидно. Заканчивается Аегис, которая у нас на Марса пошла и прыгает. Прыгает Сент Кинг под Копус. Здесь ставится арена от Марса не самая лучшая, но в БКБ, чтобы его просто не зафокусили. А здесь Хекс идет. Хекс на Лину вот и без БКБ. Что такое? Показывает Рубик, давайте фокусить Девавора, но он просто не выпускает его из замеса. Сейчас будет Терра-Райс от Тайги. Кстати, еще один не очень хороший Терра-Райс, потому что спрятал себя Девавор, но теперь под Коп, и Марс делает свое грязное дело. Погибает. Правда, перед смертью смог все-таки забрать Девавора, но тем не менее это 3 в 1. Опять же, все способности в молоко. Настолько отвратительный замес был сейчас у Альянс. Это первое, это арена Марса в молоко. Второе, Терра-Райс молоко, и Лина погибла до вообще всех своих скиллов. То есть это хуже, наверное, быть просто не могло. Не могло, если бы Сван еще умер, было бы хуже. Ну да. А так еще не максимально плохо. Альянс провалили драку, действительно, Альянс потеряли Лину, что очень важно. Ну и арена, она, знаешь, была как бы с таким намеком заходите в нее сами. То есть он ждал, что в сторону игроков в Альянс отправится LGD, но у него время остановились, и арена не получилась. Удачный. По итогу несколько тысяч отыграно, Альянс до сих пор не забрали ни одной из сторон, и всего 12 тысяч ведут. И опять же, сейчас на этом этапе очень многое решает позицион. LGD достаточно еще пару раз вот так подраться, и все преимущества они отыграют. То есть здесь у Альянс пара попыток еще есть, потому что убея они сейчас много героев LGD, они, скорее всего, пойдут в сторону базы, а значит, разведут на несколько байбеков, а значит, доведут свое преимущество тысячедок до 20. 20 это уже прилично, и там разница между Свеном и Сикером будет еще более заметна. Но если Альянс в ближайшее время драки не выигрывает, то LGD отыграют слишком много, ну и LGD показывает, что в макро эта команда наверное, просто опыта больше имеет вот таких эпизодов, и даже несмотря на свое отставание старается их отыгрывать максимально эффективно. Пока получается. Альянс не хотят останавливаться, им нет смысла останавливаться, им необходимо идти вперед. Хотя вопрос на самом деле, а у кого лейт сильнее? Ну вот так, если задуматься. Наверное, все-таки у Рэддент. Ты думаешь? Да, потому что Суэн все-таки очень много урона. Может по нескольким героям сразу выписать. То есть есть с одной стороны Деваур, который много урона дает, да, а с другой стороны Суэн и Лина, еще и Марс, не знаю, мне Альянс в Лейте больше нравится. Просто тут, понимаешь, скорее в игроках дело, например, мне как игрок мэйби более кажется было идти опасным, чем, например, Мадара. Вот, что я хочу сказать. Тут просто Суэн такой герой, которого в любом случае кайтить приятно. Лина без каких-либо сейф-артефактов по-прежнему очень уязвима. и повесить какую-то раптуру на Суэна. Дальше через астралы. А БКБ-то уже всего лишь 7 секунд. Дальше будет 6-5 и мне кажется затем Суэн заметно просядет. Ему надо драку проводить вот полторы секунды, как сейчас, например. Дисраптора убили. Классно. Женю УД убили. Ну и численное преимущество есть. Окей. Байбэк у Дисраптора тоже есть. Не знают об этом Alliance. Возможно захотят узнать. Не, не хотят. Хотя Лина на Травелах. Лина вернется если что. Ну зажали снова Alliance на базе соперника. Снова ждут. Имеют право. LGD вот посмотрим после появления Дисраптора попробуют ли снова они выйти как в прошлый раз. Когда получилось круто. Арена навадения от Марса прожимает БКБ это Рарай Смагдамена нужно зафокусить. Дева растерли просто за считанные секунды. Пошла Раптура Мадара под Раптурой стоит на месте выходит из... Ну ты посмотри а он это это у кого? Одну секундочку продолжение Висп ветра и просто его стереть стереть эпицентр Сэн Кинг поднимает ветра и Сэн дерется до конца понимает что есть возможность умереть или убить очень быстро очень быстро не получается отойти не помогла там Лина уже тоже в принципе ресурсов было не так много вроде хорошо провели замес потому что Деваура сразу получилось стереть и вот мы видели замес миди когда арена была построена защитная а в этот раз она была нападающая совершенно в корне замес изменился зацепили блудсикера блудсикера убили а кстати у Деваура нет байбека там позиция крутая изначально на хайграунде была у Айлайнс наивно пошли спокойно приняли сейчас Айлайнс забирают Рошана второго Рошана ну и вот с этим лутом закрепляют свои преимущества оставляют сыр например Лине можно дальше идти вперед Лина кстати планирует брать себе не БКБ а Линку ну тоже вариант это хороший вариант она берет это потому что у Деваура имеется хекс и как бы Блэкин Бар ты не всегда можешь дать а Линкен Сфера против этого работает не так много еще способностей которые Линкен Сфера будут забивать да они есть но я про то что их не так много потому что даже ультимейт Блод Сикера если будет потрачен Линку это тоже хорошо так в очередной раз Дисраптора поймали в ответ пробуют убить Дарквиллоу получается Дисраптор выкупается Дарквиллоу нет и Ливару еще БКБ потратил так что они могут реально подождать потому что они забрали Рошана у Марса Сэр у Свена а Егис то есть по большей части как раз Альянс ничего не потеряли а LGD потеряли и БКБ секунду и Байбек на Дисрап ну 20 это уже много говорил о том что преимущество может быть если LGD там одну какую-то драку проиграет они ее не так давно проиграли плюс Рошан и пожалуйста 20к Свен до сих пор имеет там потенциал для каких-то слотов он планирует Сатаник себе брать 25 уровень еще 40 дополнительных единиц силы от ДС но огромный урон огромная выживаемость и да Раптура его останавливает это конечно хорошо знаешь я вижу как LGD убивают всю команду Alliance только когда Свена остановили и он знаешь не бегает под Раптурой нужно стоять буду стоять и все бегают вокруг остальных и стараются вырезать их ну просто не с всем понимаю как реально с ним справляться если его не убили сразу до прожатия БКБ до того как он сам нападение будет на Деваура Блинкаут красавчик арена была минус кстати на самом деле было бы забавно если бы он остался сейчас Рубик прыгнул подняли Марса возвращают приходят тратить Блэкин Бар под Коп от Сан Кинга Сан Кинга подняли Раптура пошла у нас Свен Маркрай заходит Деваур замес Деваур поднимают его ну чем тут в принципе фокусить пытается Блинкаут тут Сино Дарквила уже погибла под Коп от Сан Кинга зафокусить хотя бы кого-нибудь Мадара выгрызается Виспа Виспа очень калено Виспа нужно убивать Виспа убили ну и эпицентр эпицентр ну не так много дамеджа на самом деле как наверное ожидал Сан Кинг и тем более поднимает его сейчас еще Рубик все это время бьет Свен под ГДС теперь еще подходит Блудсикер Блудсикера если забрать то кажется у него не будет байбэка так оно и есть это минус 4 байбэк только от Сан Кинга ну и это ГГ трипл килл для Мадары все это время Мадар вообще никто не фокусил вот ты понимаешь когда ты играешь против Свена ты должен сделать так чтобы в ГДСе он не бил сделать вообще все возможное чтобы он это время какое-то простоял в станах там не мог дотянуться а здесь было полностью все до сумасшествия до наоборот да потому что он просто шел убил сначала Виспа которого никто не подсейвал ничем никак потом пошел за Дебауром потом пошел еще и даже как-то забавно смотрелось Бутсикера Арена да вторая игра тоже в копилку Альянс 2-0 красавчики невероятное исполнение ну я пожалуй буду восхищаться их расстановкой в начале потому что это было сильно это было мне кажется для ЛГД в какой-то степени неожиданно но если бы аналитика на этой игре была они бы сразу так сказали что нужно так Альянс ставить линии потому что ЛГД откровенно слабые герои на лайнах и плюс великолепное исполнение от бокси который чистую переиграл своего оппонента по флейну как итог как итог 2-0 альянс запрыгивают в уходящий поезд и не собираются пока его покидать они возвращаются в борьбу и теперь у них 2-4 2-4 это прилично 2-4 это например как у Кин у которых тоже сейчас 2-4 и сейчас необходимо выигрывать следующую серию против Evil Geniuses против Evil Geniuses которые имея 6-0 обеспечили себе уже попадание в сетку венеров вряд ли ну их невозможно уже по-моему сместить никак с двух первых строчек какую-то из них они точно возьмут и возможно ЕГЭ таким образом будут не совсем мотивированы и таким образом будут пробовать что-то новое да чем планируют играть в плей-офф и за это нужно цепляться и лайн это